Сложно сказать, пишут ли сегодня донецкие, да и любые другие школьники, сочинения о своих планах на будущее, о своих мечтах. А вот 30-е годы прошлого века это было очень популярное и невероятно увлекательное занятие. Да и важность таких сочинений была настолько велика, что даже газеты областного значения публиковали выдержки, отрывки из них. Давайте посмотрим сегодня с вами на несколько отрывков из сочинений учеников школы имени Долорес и Барури, которая открыла свои двери в 1936 году и до сих пор стоит на проспекте Дзержинского. Так ученик пятого класса Анатолий Кривенцов мечтал о том, как он будет защищать свою родину. Он устремится с отрядом солдат к границе и будет сдерживать натиск белогвардейских войск. Во время боя по всем законам жанра нашего героя ранят, но он тяжело раненый. Не потеряв ни одного бойца, все-таки доберется к своим и, конечно же, вскоре его вызовут наверх. И лично товарищ Ворошилов вручит ему правительственную награду за проявленную отвагу, смелость и помощь молодому государству. А вот ученик Спиваковский мечтал стать полярным исследователем. В своих грезах, в своих мечтах он отправился на новую землю, в ту неизведанную часть Северного Ледовитого океана. Проработав все лето, экипаж не смог попасть на материк и, конечно же, готовился к долгой и трудной зимовке. «Скоро скрылось солнце и наступила полярная ночь. Но мы не унывали. По радио поддерживали связь с родной страной, работали, учились. Наш корабль дрейфом льдов относила все время в сторону. «В скором времени мы прибились к неизвестной земле», – писал пятиклассник в своем сочинении. А на неизвестной земле, конечно же, найдут новые месторождения полезных ископаемых, новые месторождения источников энергии, в частности, нефти. И за это же, конечно же, ученик Спиваковский получит тоже ряд наград и всеобщий почет и уважение. Сегодня эти и другие сочинения вызывают улыбки. Но ведь скажите, ведь было неплохо, когда дети могли мечтать не только об обладании какими-либо гаджетами или о получении каких-то материальных благ, но и о том, что они могли делать для страны. Потому что они осознавали, что они часть той страны и должны в своей жизни постараться что-то сделать для нее.